здравствуйте дорогие друзья и вот вновь слово на свободе а это значит что как всегда я без суфлера без бумажек по памяти и вот хотел сказать по наитию нет вот по велению души и сердца хочу говорить о свободе сми журналистики самовыражения применительно к стране которая считается демократии номер один ну и далее везде америка события последних дней это выступление в конгрессе бывшего адвоката дональда трампа майкла койна он дал огромное количество признательных показаний как кому-то кажется полностью изобличил дональда трампа хотя на самом деле все это и так было известно ну вот я представьте конгрессом куча сидит этих вот товарищи парламентария в сми ждут откровений и он говорит дональд трамп расист он при мне плохо отзывался о чернокожих избирателях открыл америку называется это и так все знают ну из любопытного дональд трамп не хотел становиться президентом он заявился на выборы для того чтобы повысить свою капитализацию а на самом деле мечтал построить небоскребы свои вот эти трамп-тауэр в москве ну в принципе это тоже известно но кстати как аппетит приходит во время еды игры и так далее то есть трамп реально пошел на выборы для пиара и промоушена потом оказалось что альтернативы ему в общем-то и нет и он во многом случайно стал президентом ну и конечно особенно мне нравятся такие заявления коэна о том что там лично мне поручал и за 10 лет работы на него я угрожал пятьюстам физическим и юридическим лицам ну так устроена американская и даже это не правосудие а вот такие постановочные парламентские расследования кстати о парламенте конгрессмен стив коэн он вообще предложил поменять законодательство две поправки конституции первое отменить эту коллегию выборщиков перейти к прямым выбором президента сша в принципе это было бы и неплохо но я думаю никогда в америке на это не пойдут чтобы доверить людям напрямую избирать президент там же ведь как там в каждом штате значит они приходят голосуют эти голоса как бы достаются выборщикам и как количество вот этих вот делегатов в каждом штате они потом и определяют кому быть президентом и вторая поправка запретить президенту помиловать своих родственников если они будут осуждены ну понятно тоже против кого против трампа в каждом выпуске не могу проходить мимо избирательной кампании потому что там уже вот эти праймерис демократов кандидаты заявляются формируют штабы и самое главное открывают свои избирательные счета законы в америке строгие значит простой американец может пожертвовать не более двух тысяч семисот долларов одному кандидату но это как бы логично чтобы значит вот кандидаты собирают деньги от народа но мне нравятся эти законодательные уловки потому что это вот такой так называемый пак называется пак это штаб кандидата и комитет который из него работает но есть еще и супер пак там можно любые деньги привлекать миллионами и конечно многие кандидаты их и открывают но на самом деле важнее другое следующем году в 2020 в ноябре состоятся выборы президента на них выглядеть как фильм такой в бой идут одни старики значит дональд трамп 46 года рождения соответственно в двадцатом году ему пойдет 75 год моменту выборов но он бодрый старик мы же видим как он держится сам себе накладывает грим сам себя подстригает и только что вот выступал на конференции республиканцев в мэриленде выступал более двух часов и в отличной форме потом еще танцевал с американским флагом против него во первых хиллари клинтон снова говорит и вас возможно я пойду 47 года рождения женщина ну 73 года почему бы не стать президентом на другие то еще лучше значит джо байден бывший вице-президент при обаме это всякий тоже американский пиар так нравится это возможно скоро вы узнаете удивительные новости мои дети и внуки хотят чтоб я баллотировался вообще не жалеют старика совсем 42 года рождения 78 лет к моменту выборов что это за дети такие что за внуки я прям представляю себе сидят у камина говорят слушай папа иди к ты президенты тебе правда 78 это возможно это доконает ну давай но есть еще и берни сандерс такой энергичный дедушка социалист он 41 года рождения конечно медицина делает определенные успехи но тем не менее есть вопросы с точки зрения избирателя кстати коротко о выборах 26 февраля прошли выборы мэра чикаго все таки это третий такой значит город американский мегаполис большой будет второй тур 2 апреля потому что много кандидатов сразу не выбрали и вот тоже ну я так попытаюсь быть толерантным но во второй тур вышли две женщины две женщины обе негритянки ну и очень очень похожи друг на друга но третье место занял белый человек белый но ему все-таки не доверили теперь знаешь по поводу негров понимаете но есть много шуток на этот счет что когда-нибудь президентом сша станет негр гей и инвалид в целом движение в этом направлении имеет место быть есть такой сериал империи в этом сериале есть звезда некий актер джуси смолит он негр и гей и у него какие-то начались проблемы то есть ему решили зарплату урезать там что-то с ролями там намутить и он вдруг очень удобно так стал жертвой нападения на улице к нему подошли двое облили известью набросили петлю на шею стали душить полиция возбудилась стала расследовать оказалось что эти двое кто на него напал ребят какие-то нигерийцы с которыми он познакомился на съемках заплатил им три с половиной тысячи долларов чтобы они это все организовали сейчас он под следствием под залог 100 тысяч долларов вышел ну и последняя из этой серии это реальная история надо наслаждаться по слогам детройт в детройте есть организация белых национал социалистов надеюсь я ничего не нарушаю никого не рекламирую но вот просто образно говоря белые фашисты в детройте организация старинная у нее поменялся руководитель сейчас их возглавил негр так вот эти белые фашисты детройте теперь в голове стоит негр который правда сразу сообщил что его задача эту организацию закрыть вопрос а как он ее возглавил ну конечно документы подделал потому что оказалось что этот чернокожий активист может как же сми рассказывают смотрите чернокожий активист теперь замочит всех фашистов конечно только он сиделец у него был срок 12 лет за мошенничество причем он в тюрьме еще находясь подделал документы своего сокамерника который был из куклоксклана что тут якобы ему завещает все свои земельные угодия потому что у того срок 60 лет 60 лет то есть он уже не выйдет я уже много раз упоминал всякие журналистские штучки поэтому обязательно должен поговорить и об этом сельская газета в америке называется правда демократ репорта 79 лет гудла саттон ее главный редактор и владелец и вот эти свобода слова он там прям взял и написал у себя в газете надоели эти демократы они повышают налоги надо пойти нам в куклу с кланом их там в вашингтоне всех линчевать и не отступил от своих слов там началось ты что такое творишь как ты можешь что-то-то в отставку его в ставку он владелец газеты бодрый старик угод если вы хотите я уйду я сам владелец газеты и ушел с поста редактора газеты а назначил черную уборщицу он ее буквально за за несколько дней до этого взял на работу сидит и гид эти слушайте меня все гонят пойду-ка я о джан а ты хорошо пол моешь то это больше редактором газеты чтобы вам приятно было кстати что касается свободы слова вот такие расследования проходят хорошо а вот другие не очень богемская рапсодия фильм многие его смотрели знают там проблемы у режиссера потому что он много лет в жизни развлекался тем что там так сказать не хорошими делами занимался с подростками американские журналисты провели расследование собрали материал куча свидетельских показаний приходят в свое издание esquire значит а им говорят знаете что давайте почитаем в общем неделями там юристы что-то там крутили вертели приходит редактор горит знаете давайте опубликуем но без имен без фамилий так как бы еще как новелла подождите как же так ну вот так мы у себя это публиковать не хотим нам нравится режиссер поэтому не будем мы про него и вот они там ходили по редакциям предлагали такие разоблачительные материалы то есть такая низко избирательная избирательное правосудие но кстати она во всех сферах такое и во всех странах возьмем германию с 1 мая там прекратила вещание в берлине радиостанция снай которая входила как бы в группу спутник ну то есть образно говоря транслировала наша российская радио спутник в германии закончилась лицензия ее не продлили в чем дело а в том идет официально пишут российская хватит повещали и достаточно facebook ведь он не так давно удалил популярные аккаунты связанные с артист раша today in the now миллионы просмотров миллионы подписчиков миллиарды просмотров снесли за то что это все русское да на днях восстановили почему потому что заставили везде где возможно вот такими буквами такими написать раша оплачено россией раша тудей русское правительство русская пропаганда и больше никто так не делает это требование только к нам потому что вот такая свобода но на подходе кстати и законодательное регулирование вот этого процесса на самом деле потому что эммануэль макрон президент франции он очень креативный товарищ и у него знаете зудит но на самом деле потому что сейчас он тут выступил и сказал все мы должны принять во франции очень такие мощные законы которые позволят пресечь ненависть в интернете ну слушайте мы все это приветствуем но просто на что блогеры этого не замечают и не пишут а он прям сказал я хочу чтобы соответствующие службы во франции не только штрафовали вот за это вот все а из сажали виновных сажали то есть мы тут в россии декриминализировали часть 1 статьи 282 у к завод экстремизм в интернете а макрон со страстью так красиво просто видите наши блогеры которые пишут что у нас тут все плохо там хорошо они французского не знают им кажется что он что-то такое симпатичное говорит эголите фротернете а у него вот после фротернете и эголите идут вот это вот что сажать тех кто в интернете клевещет ну и конечно знаете закругляя международную повестку я обязан сказать несколько слов и о кибервойнах это любимая тема моя но давайте вот так только мазками только в цифры только факты в сентябре прошлого года была принята в ноябре подписана стратегия кибербезопасности сша дональд фредович трамп ее подписал своей фирменной подписью значит и там написано она есть на английском языке и даже на русский перевели россия наш главный враг интернет наше главное оружие мы будем ух и на прошлой неделе вошингтон пост об этом и рассказала о том что в прошлом году киберкомандование вооруженных сил сша провела значит это командование удачную атаку на россию причем сразу на российское сми на федеральное агентство новостей но чем эти хороши все эти кибервойны в кавычках что там жертвы невозможно посчитать сосчитать зато можно отчитаться о победах ну и теперь о делах близких родных и мне во многом понятных потому что они касаются дорогой моему сердцу новгородчины а главное знаете все так вот тоже накручено перекручено тут и интернет и свобода слова стать какая удивительная штука много раз нам говорили о том что условная оппозиция она протестует против засилья там режима когда они вот где-то там а когда они уже вот там то они очень быстро не то что это мимикрируют а вообще преображаются перерождаются дума великого новгорода и и украсила видимо ну я не знаю можно разные знаки там припинания ставить и прочие значки своим появлением яблочница анна черепанова страстный борец с режимом конечно и вдруг ей не понравилось что в социальных сетях в комментариях каким-то постам журналист муниципальные газеты высказывает свое мнение это сложная цепочка да то есть не главный редактор журналист и не в газете а как бы частным образом на ковер его вызвать понимаешь в думу провести разбор полетов и разбор персонального дела вообще дикость конечно запредельная то есть мне кажется такого в россии уже почти нет а здесь это родина российской государственности буквально тут вот питер рядом москва и главное быть оппозиционерка то есть яблочный депутат так редактора вызывает это как надо разобраться с вашим журналистом понимаете это что это что позволяет кто ему дал право он это типа на муниципал он я первых не на муниципальной службе да то есть это вообще не служба это журналист он имеет право сказываться и в свободное от работы время что-то там писать но я должен сказать сразу на всякий случай это мое личное мнение знаете частное мнение журналиста и общественника и кстати я считаю что если новгородские журналисты обратятся в общественную палату россии где я возглавляю комиссию по сми то мы и этот кейс разберем в рамках мониторинга нарушений прав журналистов которые мы проводим по всей стране потому что какой-то там значит муниципальный депутат никогда не получит значит право воспитывать журналистов особенно вот по таким поводам это надо понимать и таким надо деятелям давать по рукам причем надо чем давать не буду говорить а то еще возможно вляпаюсь какой-то разбирательство кстати разбирательстве вторая история которая мне тоже понравилась новгородский активист подал в суд на коллег моих из информационного агентства из интернет-газеты 53 новости там так очень запутанная история но вы поймете все-таки была мощнейшая годовщина там до 75 лет там освобождение новгорода реконструкция прохода военнопленных и театральная постановка досудимы будете ну то есть восстановка бы реконструирован суд над военными преступниками тут вылезает этот активист и говорит они не преступники в пятьдесят пятом году было аденауровская амнистия то есть конрад аденауэр канцлер фрг у себя там амнистировал нацистов и фашистских преступников и это как это нравится я считаю этот кейс нужно распространить по всей стране то есть рассказать об этом всем то есть российский общественник активистов в кавычках говорит ребята в германии их оправдали как вы можете их называть преступниками я правда не знал что юрисдикция вот этой всей аденауэровщины действует и на новгородчине но вот он считает что действует я поэтому тоже здесь высказываю сугубо свое личное мнение но оно такое что знаете за пределами камеры я там все скажу могу кстати и товарищу активисту потому что я считаю в этом плане отличилась новгородская область она сама этого не хотела но вот так вот знаете чтобы на всю страну ведь встает чек и говорит а что это вы глумитесь понимаешь над фашистами там как-то вот показываете их преступниками сзади это негуманно это дорогой ты мой человек ну я надеюсь что все таки значит суд разберется потому что он еще с моих коллег там какие-то пытается ли миллион рублей взыскать но добьется видимо как это говорят есть такая такое присловие из интернета пацан к успеху шел конечно он добьется сейчас о нем видимо будут рассказывать федеральные сми ну конечно вершина можно сходить на федеральный какой-то ток-шоу там потом в студию войдут его дети внуки другие какие-то знакомые вот ведь уже из суда мне звонят видимо придется собираться за вещами понимаете как говорят обком звонит в колокол вот и позвонил возможно это уже за мной яблочники и другие гражданские активисты но мне как человеку который поучаствовал в допросе с агентами фбр что теперь скрывать я свои мысли и чувства не скрываю говорю свое личное мнение и пока еще на свободе со своим словом с тем что думаю то собственно и рассказываю все вам хорошего